Жители Оренбуржья в криминальных сводках Саратовской области в городе Энгельс. В середине февраля был ограблен ювелирный магазин. На кадрах камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, видно, как трое мужчин в капюшонах, что называется, средь бела дня, заходят в помещение и, разбивая витрины, забирают лотки с золотом. Как подсчитают позже, ювелирных изделий им удалось унести на сумму более миллиона рублей. В подсобном помещении салона в это время находился хозяин магазина. Он, пытаясь отвоевать свои драгоценности, получил два огнестрельных ранения в руку. Один из нападавших был задержан. Им оказался житель Оренбургской области, который приехал сюда целенаправленно для совершения разбойного нападения. В городе Женгельсе на съемной квартире были задержаны еще два его соучастника, тоже жители Оренбургской области. Оказалось, один из задержанных, Арчанин, раньше жил в Энгельсе. С друзьями вернулся в саратовский городок специально за золотом. Был с ребятами. С ребятами. Зачем? С какой целью? Я не знаю, с целью нападения. Моя роль была сам разбить витрину и собрать золото. Расследуя это нападение на ювелирный магазин, саратовские полицейские раскрыли аналогичные преступления, произошедшие в декабре 2012 года. Тогда из другого салона было похищено золотых изделий на сумму более 5 миллионов рублей. И по этому делу в Оренбуржье были задержаны еще двое грабителей. Возбуждены уголовные дела по статьям «разбой» и «бандитизм». В полиции признаются. Есть основания полагать, что оренбургские грабители побывали с разбоями и в других российских городах.